В рамках региональной инициативы по защите ребенка в онлайновой среде, которая была утверждена на Всемирной конференции по развитию электросвязи 2014 года в Дубае, при поддержке Бюро развития электросвязи было реализовано три проекта. Первый проект – это мультимедийный учебный дистанционный курс безопасного пользования ресурсами сети интернет, который разделен на три уровня. Это базовый для дошкольников и учеников младшего школьного возраста, средний для учеников 5-9 классов и продвинутый для учителей, студентов, родителей. Это очень красочный мультимедийный курс, в основу которого положена идея курса Организации Объединенных Наций «Безопасность в полевых условиях». Этот курс Организации Объединенных Наций учит таким образом ввести себя в различных сложных жизненных ситуациях. Мы же сориентированы на опасности, которые подстерегают нас в киберпространстве. На сегодняшний момент более 16 тысяч пользователей со всего мира воспользовались данным курсом, и более 5 тысяч получило соответствующие сертификаты. Кроме того, на сегодняшний день уже есть перевод этого курса на кыргызский язык. Сейчас ведется работа по локализации его на молдавский и украинский языки. И также, я надеюсь, что в ближайшем будущем мы получим возможность перевести этот курс на другие официальные языки Международного Союза Электросвязи. Второй проект – это проект по созданию базы данных существующих технических решений в области защиты ребенка и автоматизированной системы, которая позволяет провести выбор наиболее подходящего решения для конкретной организации или конкретной семьи. Среди того множества существующих технических решений, которые на сегодняшний день созданы разработчиками программного обеспечения. И этот программный продукт позволяет учесть соответствующие требования и выбрать наиболее подходящее решение. И третье – это система распространения белых и черных списков, которая позволяет школам или другим сообществам создавать свои собственные системы распространения черных и белых списков, анализировать соответствующие ресурсы и таким образом привлекать для этой работы и давать возможность школам, университетам и так далее получать списки, сформированные по своим собственным правилам. Это вот три проекта, которые были реализованы в рамках данной инициативы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok